Дзюдо Дзюдо в России и в других регионах очень поддерживается Президентский вид спорта, олимпийский вид спорта По традиции сильно приняли гостей местные кадеты Центр олимпийской подготовки Тюмень-Дзюдо уже с юниорского уровня Отправляет спортсменов в международные тренировочные лагеря Подобные кемпы дают незамедлительный результат Когда ты едешь в другую страну, к другим спортсменам, иностранцам Естественно, это колоссальный опыт, потому что ты тоже растешь этим летом Мы ездили в тренировочный лагерь в Корее Тоже прошла огромная работа Мы прошли отличный сбор Выросли, немножко поменялась борьба в лучшую сторону Возраст 13-15 лет, который уже в принципе культивируется По ним соревнования проводятся Который является предопределяющим перед этим стартом Да, последовательным Мы раньше по ним старт официально не проводили А с прошлого года мы сделали очень серьезный старт Наши ребята обкатались Здесь они уже, они другие Они поменялись, они стали сильнее, они стали интереснее Золото сборной Тюменской области принесли Асан Аугалиев, Ольга Дементьева и Анжелика Таратунина Серебро на родном татаме выиграли Нати Кабасов, Кирилл Носков, Владислав Коваленко и Диана Селеневич Бронзу заслужили Егор Васильев, Марина Красникова, Ольга Шаламова и Сафура Рустамова Путевки на первенство России завоевали по 6 лучших дзюдоистов каждой весовой группы Воспитанник Тюменской Дю США Тура и Центра Тюмень дзюдо Джавад Гусейнов стал вице-чемпионом мира среди кадетов до 18 лет в Алматы В первых раундах турнира сибиряк прошел канадца Амра Эбд Эль Рихима и казахстанца Кайратбека Сабита В четвертьфинале провел тяжелейшую схватку с итальянцем Даниэли Аколье Лишь голденскор Джаваду удалась результативная атака Джавад Гусейнов пришел к нам в секцию Во втором классе, сначала занимался дошкольником Александра Сергеевича Мохера Потом пришел во втором классе уже к нам И мы стали с ним, с Александром Сергеевичем, стали его вести и работать с ним А когда пришел, он сразу, было видно, что парень стремится к успеху Всегда тренировался, всегда слушал тренера, что ему говорят, что нужно делать И поэтому он достиг таких успехов В полуфинале Гусейнов быстро поймал на удушающей Роя Сивана из Израиля В решающей схватке первенства мира Тюменен встретился с французским мудеркиндом Кенни Левезе Который, как и на чемпионате Европы до 18 лет, Джавада сумел оставить только серебром Но успех Гусейнова тоже очень увесист Конкуренция в юниорах огромна, а шанс поквитаться с французом ему точно представится Это высочайшее достижение в детском дзюдо, в юношеском дзюдо Потому что там невероятная конкуренция И все дети, которые выступают на этом первенстве мира, они очень талантливые, очень обученные и обкатанные Поэтому серебро, я считаю, это очень достойный результат Он пойдет дальше по своей стесе, сейчас будет бороться в юниорах Юниоры до 21 года, скорее всего, первенства страны И уже по юниорам будет добираться дальше, выше, выше по ступеньке В Алматы бронзу командного первенства планеты завоевала еще и табалячка Любовь Орлова Воспитанница Алексея Кочетова выходила на полуфинальную схватку В ходе которой опобедила представительницу Азербайджана Нармин Амерли Сломать игру на первой минуте В современном спорте такие явления маловероятны Однако футбольные баталии, которые происходят на полях ПФЛ Урала-Приволжской зоны Благодаря действиям арбитров к этой категории вполне подходят Пока Тюмень в очередной встрече первенства принимал у себя дома Ульяновскую Волгу Рефер из Новосибирска Артем Петренко уже на первой минуте проигнорировал снос Артема Докучаева в штрафной площади гостей Трудно представить, что заставило в этом эпизоде свисток арбитра промолчать Но Сибиряков из Калии это событие выбило Матч изначально не задался, когда судья пенальти не поставил на первой минуте Потом пошла какая-то нервозность, много брака в передачах было И не было завершающего паса и удара То есть особо голевых моментов мы за всю игру так и не создали Да и Волга каскадом ударов, поворотом своих прибывших навстречу фанатов не радовала Но все же сумела сыграть по принципу редко-дометко На 13-й минуте ульяновцы беспрепятственно прошли по левому флангу и доставили мяч в штрафную Алексею Тринитадскому Который принял единственно верное решение, плеско пробив верхний угол 1-0 Очень много говорили о контроле мяча, о том, чтобы этот мяч, конечно, именно владеть инициативой Но, к сожалению, вот этот первый мяч, он вообще, когда мы его пропустили, я посмотрел, что уже мы свалились только на индивидуальные такие действия наших игроков Вторая половина встречи превратилась в шапито Судья Артем Петренко настолько упустил нити игры, что даже отменял офсайды, которые фиксировали его помощники Обе команды были готовы накинуться на рефери с кулаками Обошлось без рукоприкладства, но такой рваный темп матча явно пошел на руку Волги Которая выстояла и, как и в матче первого круга, обыграла тюменцев со счетом 1-0 Следующий матч подопечные Вячеслава Афонина проведут 6 октября на выезде против «Зенит» Ижевска Настоящий спортивный подвиг совершили хоккеисты Тюменского Рубина В гостевом матче чемпионата ВХЛ с московской звездой сибиряки уступали после стартового периода 0-3 Беды посыпались на их головы с 13-й минуты, когда Артем Антипов открыл счет Вскоре Владимир Пешухонов упрочил лидерство хозяев, а еще через 30 секунд Антипов оформил дубль Казалось, что гости от такого уже не оправятся Однако сибиряки стали действовать по конспектам футбольного Ливерпуля образца финала Лиги чемпионов с Миланом Как и там, начало камбэку положил капитан, в случае с подопечными Михаила Звягина Денис Ичменев В середине матча он в большинстве сократил отставание, хотя было понятно, что этого недостаточно И следующий отрезок гости проявили выше всяких похвал На 50-й минуте голевой бросок произвел Роман Горбунов Затем тюменцы заработали двойное большинство Оборона армейцев в сибирский напор в формате 5 на 3 выдержала Но стоило составам уравняться, как Александр Федотов восстановил паритет Нахватать ненужных удалений Разговариваем, договариваемся Думаю, тут у нас, пока как-то пословица, гром не грянет Что это такое сейчас? Да Что сказать тут? Все так и бывает С большими командами Я имею в виду большие игры Которые от ножа Ребята есть по мастеровике Скажем Все это наказывается За 24 секунды до сирены тюменцы остались в меньшинстве И были вынуждены начинать овертайм втроем против четверки полевых игроков звезды Сложность ситуации Артамкин Рубин не подвел А на 64-й минуте Михаил Железнов хладнокровным броском в угол завершил контратаку сибиряков 4-3 победа Рубина Следующую встречу под шефный Звягина проведут 1 октября в Воскресенске против Химика Субтитры создавал DimaTorzok